Добрый день, дорогие друзья! И самое важное, что происходит на территории нашей страны, с нашим обществом, с нашей политической структурой, что нас ждет в будущем. И очень правильно Атон Владимирович сказал по поводу момента истины, который настал непосредственно не только для нашей элиты, нашей верхушки, но момента истины, который настал для нас с вами. То, что времена тех веселых, беззаботных двухтысячных, кто к ним не относился, но они были тихие, спокойные. Они закончились. Закончились они не вчера, 24 февраля. Они закончились еще тогда, в 2014 году. А может быть и раньше, в 2008 году, когда Владимир Владимирович Путин в Мюнхерской речи, по сути дела, обозначил позиции России по тем или иным вопросам. Это уж каждому самому решать, но мне самый важный момент, какой для меня. Это то, что для нас с вами настал тот момент, когда мы должны понять, что возврата к прошлому действительно уже нет, что к санкциям они их не снимут. И что наша страна находится в аналогичной ситуации, которая была десятилетиями раньше, когда Советский Союз, например, тоже находился под теми же санкциями в 20-30-е годы, находился в экономической и политической блокаде. И встает вопрос, а мы с вами готовы к тому экономическому чуду, которое в тот момент Советский Союз смог совершить? Готовы ли наша система, готовы ли мы с вами, именно мы с вами лично, каждый для себя на своем рабочем месте, готов ли он совершать именно вот это вот чудо? Быть инициатором прогрессивного, а не быть инициатором того, чтобы мне бы было жилось как бы полегче, получше, послаще. Вот этот вопрос должен каждый для нас задать себе. И для примера дальнейших рассуждений я хотел бы как раз рассказать небольшую историю, которая записана в разделе статьи на нашей группе. Это про забытых героев газа, про историю Леонида Захаровича Бронникова, литейщика с завода газ. Это вот как раз показатель тех людей, как они были воспитаны и почему действительно совершился этот рывок, совершилось это чудо, которое названо экономическим чудом при СССР в 20-30-е годы. Вот. Но я сразу могу сказать то, что этого чуда не было бы, не было бы тех людей, да, то есть если бы не было бы там той политической структуры, которая закалила этих людей, да, той ситуации, в которой они находились. Вот. И вычеркивать имя партии, которая руководила на тот момент, коммунистической партии, это невозможно без этого, без той структуры государственной, которая на тот момент существовала. А ситуация была действительно тяжелой. В 29-м году наше государство заключило договор с Фордом для того, чтобы построить промышленного гиганта на территории Нижегородского края, на тот момент края, именно, да, для производства, конвейерного производства автомобилей, которое было должно, должно было выпускаться, да, то есть десятки тысяч произведенных автомобилей, да, сериями с конвейера сходить. Не до этого какими-то единичными, там, десятками, сотнями автомобилей, экземплярами, да, но вот, а целыми тысячами, десятками тысяч. Это была действительно нетривиальная задача, потому что на тот момент у нас не было такого производства, не было таких технологий, чтобы производить такое действительно серьезное промышленное предприятие. И мы делали это с нуля. Мы учились с нуля, мы готовы были за это платить огромные деньги в золоте, в ценностях своих, но для того, чтобы научиться. Причем, мало того, чтобы научиться, это одно, но еще и то, чтобы поднять страну, поднять ее интеллектуальные и промышленные потенциалы, да, вот эти вот, ну вот, это дорогого стоило. И пусть, да, то есть, говорят, ой, большевики за золото это все покупали, ну да, они покупали это за золото, ну вот, но действительно, а теперь олигархи просто покупают что-то, яхты, да, то есть там, футбольные клубы, но они не покупают предприятия, они не ввозят на территорию Российской Федерации промышленные технологии. Они не вывозят отсюда капитал, просто вывозят, который растворяется там, ну, в других, как бы, да, то есть там, структурах. Они вкладывают экономику в другие государства, правильно было сказано? Вот. А на тот момент, да, мы продавали свое, свои ценности, но мы приобретали для себя более необходимое, более важное для нас. Вот. И поэтому, да, нетривиальная была задача в 1929 году, заключили это соглашение. И за 17 месяцев была поставлена задача, чтобы был произведен, да, то есть такой вот скачок в виде создания такого гиганта промышленного. Американцы не верили, если честно, то, что у нас так произойдет. Почему не верили? Потому что, да, то есть они видели, на каком этапе находится у нас вообще развитие стройки, развитие промышленности, а на каком этапе находится интеллектуальное состояние нашего, там, рабочего класса, вообще людей, которые должны были привлечены к строительству, к дальнейшему производству. Они думали, что, да, это закончится опять каким-то, да, то есть лозунгами и долгостроем, который, да, не будет осуществлено никогда. Ну, это что, они деньги получили, они деньги отрабатывали. С нашей стороны это было стояло принципиальной задачей создать новую отрасль, совершенно новую, с нуля для нас. Мы должны были для себя все внутри производить. Это не сегодняшний газ, который таскает с Китая, с Европы, собирает здесь, на конвейере и выдают готовую продукцию. Мы должны были делать все у себя, начиная от гвоздей, болтов, шурупов, гаек, прокладок и всего прочего у себя здесь. Пусть это было бы не такого хорошего качества, как, например, на Даймлер-Бенц или там Феррари или других там товарищей. Но мы должны это были для себя сделать здесь. И для этого, да, мы готовы были вкладывать огромнейшие средства, ресурсы и в том числе людские силы. На тот момент, да, основным локомотивом стройки был задел комсомольцев и партработников Нижегородского края. Был призыв Андрея Жданова, как секретаря Крайкома партии, был призыв комсомольцам Михаила Попова, секретаря ВЛКСМ. К тому, что, да, действительно предстоит огромнейшая, тяжелейшая работа. Штурм стройки. Вы представляете, штурм. Они вкладывали в какое слово? Штурм стройки. То, что нужно было штурмовать ее. И они действительно ее штурмовали. Не надо говорить, что там комсомольцы где-то за спиной у кого-то отдыхали, водку пили, занимались каким-то непотребством. Обычный народ, вот он там из деревни Сермяжин, приехал и начал колотить эту стройку. Да, они приезжали. Они тоже приезжали. И многие комсомольцы из деревни тоже приезжали. Они не все в городе жили. Потому что всех собрали, кого могли, рабочие руки. Но комсомолец, вот это, была создана военизированная структура в виде комсомольской дивизии. А у них там роты, батальоны были тоже. Они от зари до зари пахали. По уши в грязи, в канавах, да, то есть лопатами, тачанками, кирками. Тогда не было экскаваторов. Ну, там один, там на два настройку потом приехали. Все вручную практически рылось. Котлованы. Вот сейчас вот эти вот гиганты, вот эти вот корпуса, которые стоят, видите, в Нижнем Новгороде. Это все рученьками делалось. В тот момент. Ну, вот. И говорить о том, что, да, то есть партия, она там где-то в стране водку пила. Нет, это не так. Она была на передке, как всегда. Вот. А говорить о том, что многие там крестьяне приехали на стройку. По первости, по первому времени люди просто бежали стройке от невыносимых условий. Антисанитарии, жрать было нечего. Просто, да, жили в бараках. Они бежали обратно в деревню. Там можно было и поесть, и пережить это все. А комсомольцу и коммунисту, да, комработнику, ему нельзя было бежать. У него он был, как бы, да, на острие этого удара. Этого штурма, как они называли. И вот об одном из них, о Леониде Захаровиче Бронникове, я хочу рассказать сейчас. Должен был сдаться водозабор. Заводу, корпусам, новому строящимся кварталам для рабочих требовалась вода. В промышленных объемах. Тогда никакого водопровода не было. И сейчас мы вот питаемся, вот наш автозавод, за счет этого водозабора, в том числе. Это заслуга тех людей. Они зимою ставили сваи, вбивали в реку, в ваку. Плотно ставили, чтобы создать канал. Внутри которого они заливали бетон для того, чтобы проложить конструкцию, которая потом, где размещались насосы, трубы, да, чтобы она забирала воду оттуда в цеха и в жилой квартал на тот момент. Вот, эти люди, бригада, одна из них, да, бригада, это была как раз Переходникова бригада. И в ней находился Леонид Захарович Бронников. Зима, холод, стужа. Люди пошли на обед. Одного из них оставляют для того, чтобы следить за ЧП, чтобы не случилось. Струйка течь небольшая, все, все труды на смарку снесет вода. И тогда прощайте сроки 17 месяцев. Люди ушли на обед. Бронников остался. Услышал течь воды. Прибежал, смотрит, там уже бьет вода вовсю. Если бы он побежал за ними, он прибежал бы, там уже бы снесен был этот канал. Он своей спиной закрыл этот канал. Как мог прижимать. Чувствует, вода дальше продолжает через него течь. Он нашел какую-то доску, с другой стороны ее поставил, прижал ее к себе, чтобы она плотнее его прижала к стенке. Уперся. И так он провисел там практически час. От переохлаждения потерял практически сознание. Когда другие люди пришли уже обратно, они его нашли практически уже без дыханом. Но он закрыл эту течь. Он спас стройку. Ему говорят, иди. Иди в медчасть. У тебя переохлаждение. Сейчас ты загнешься у нас. Нет. Он не ушел. Он дальше продолжил работать. Это вот истории, реальные истории человека. Таких историй было целая куча. И нам, про нам, людям обычным, про эти истории не рассказывают. Нам вот фиолетово про то, что... Такими именами названы улицы в автозаводе в Нижнем Новгороде. А там этих первостроителей газа целая куча. Переходников, Бусыгин. Тот же, да, то есть Дьяконов, директор завода. Веденяпин. В дальнейшем тоже директор завода в 50-е годы. Нам про них никто не рассказывает. Вот про этих героев, которые действительно совершали экономический рывок. Нам на них нужно равняться, на этих героев. Нам на кого? Вот Максиму Галкину на вами Урганта надо равняться, вы мне скажите. Называть их реальными патриотами? Нет, это не реальные патриоты. Это люди, которые создают шумиху вокруг себя. Вокруг вот пустого места, по сути. Наш, наше будущее в делах наших обычных людей. И это должно понять не только мы с вами. Да, вот сейчас мы с вами обсуждаем эти вопросы. Это должны понять тоже наверху. Это действительно герои. У нас, нашу историю вот эту, да, то есть наших подвигов экономических, наших подвигов в государственном строительстве, в те же самые 30-е годы просто загадили, заморали ее. И мы все сидим и смотрим на это, на все. А потом еще, да, то есть пишем про то, что, да, действительно, ой, а как их жалко, давай они там все вернутся. А может быть, действительно, давайте сдадим назад. Нет, не сдадим назад. Нам выхода просто другого нету. Ребята, давайте работать на своих местах, проявлять инициативу, быть инициативными работниками. Трудиться, и это наше самое главное. От нашего руководства, наша инициатива, и должна быть тем толчком, чтобы, да, то есть у них там инициатива тоже появилась. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok